добрый день добрый день у меня сегодня внеплановый прямой эфир он будет очень коротким давайте наверное я сразу приступлю что что к тому что хотела сказать хотела я сегодня сделать короткий макросклад на расклад с метафорическими картами на тему который сегодня сегодня вчера активно муссирует эта тема нового года китайского нового года на самом деле повод хороший повод хороший заглянуть в себя повод хороший заглянуть запланировать что-то на этот год почему есть вообще такая практика осознанного творения когда вот первые три месяца это январь февраль и март очень хорошо закладывать что-то что мы потом будем разворачивать в течение всего года то есть то что мы запланировали то что мы создали да как какие-то намерения намечтали пожелали все это закладываем в течение вот этих первых трех месяцев практика осознанного творения на вообще включает 12 дней каждый день отвечает за там за определенные сферы жизни вот но мы я сейчас не буду с вами рассматривать эту тему осознанного творения я просто хочу делать расклад показать вам да чтобы вы заглянули в себя и подумали какая какая черта вашего характера какое вам качество поможет в этом году поможет вам быть счастливой поможет вам раскрыться поможет в на пути вашей жизни но и свере в свете того что сейчас нас идет активный набор на тренинг реализуя свое призвание то вот это будет лишь частичка которая лишь один кирпичик вот в сторону вашего призвания итак закройте глаза сосредоточьтесь на себе на своем внутреннем я на прям сделать несколько глубоких вдохов прям вот сделайте вдох выдох расслабьтесь успокойтесь и додайте себе вопрос какое качество мне поможет в этом году быть счастливой какое качество поможет мне раскрыть себя понять себя ну то здесь вопрос формулируйте так как вам больше отзывается как вам больше на что хочется больше узнать о цвета да то есть какое качество поможет мне допустим что-то сделать в этом году то есть какое качество тема про качество за прям вот сосредоточьтесь что вот оно это качество уже у вас есть в вас есть оно действительно есть вы просто либо не раскрыли его либо не обращать на него внимания и ваша задача вот именно сфокусироваться посмотреть на него и сейчас я вам покажу карты вы просто вот продолжайте сидеть закрытыми глазами и выберите карту от 1 до 5 у карты вот колода карт она двусторонняя я буду показывать сначала картинки а потом читать то что написано на них то есть важно мы сначала смотрим картинку что придет вам на ум самое первое и вы раскручиваете эту цепочку и потом уже я буду говорить слова которые написаны на другой стороне возможно они вам помогут и дадут подсказку и так снова закрытые глаза формулируем запрос какое качество поможет мне в этом году в чем-то да раскрыться раскрыть себя будет просто поможет быть счастливой и так далее и выбираем цифру от 1 до 5 я при вас вот прямо сейчас вытаскиваю эти пять карт и потом я буду их при вас же вскрывать раз два три четыре пять и так вот прям фокусируемся на вопросе какое качество поможет мне в этом году стать счастливой стать там раскрыть свое призвание да по моему поможет каком-то деле каком-то там уже осуществить вашу мечту вот они пять карт и я самую первую тяну показываю вам о чем эта карта да какое качество вы видите какие слова приходит на ум самые первые слова что вам приходит то есть не просто там и я мы описываем я вижу а связки с вопросом я вижу это и это это напоминает это ассоциируется у меня с таким-то качеством и я читаю что у вас на что у нас на другой стороне творчество высокий профессионализм это обращенно в профессию творчества то есть можете прям даже но записывать не записывать и посмотрите повтор высокий профессионализм это обращенно в профессию творчества это была первая карта Вторая карта. Те, кто выбрал номер два. Вот вторая карта. Смотрим, что мы видим, какое качество приходит на ум. Очень интересная карта. И я читаю, что там написано. Индивидуальность. Индивидуальность. От рассмотрения других существ, склоняя взор свой на самого себя, человек находит новый мир. И для него рождается новая задача – определить собственные значения в ряду прочих существ. Прочитаю еще раз. От рассмотрения других существ, склоняя взор свой на самого себя, человек находит новый мир. И для него рождается новая задача – определить собственные значения в ряду прочих существ. Для тех, кто загадал третью карту, смотрим ее. Ну, какая интересная карта. О чем она? Какие качества приходят на ум, глядя на эту картинку? Что вам приходит на ум? Что вам приходит в связи с вашим вопросом, запросом? И я читаю подсказку. Мышление. Кстати, вот подсказка, она, может быть, совершенно не связана с теми ассоциациям, которые отражает карта. У вас может своя ассоциация пойти. И опирайтесь на то, что пришло именно вам. Итак, я читаю, что написано. Мышление. Еще раз читаю. Наша жизнь – это следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце, она творится нашей мыслью. Если человек говорит и действует с добрым мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидающая. Я надеюсь, что вы рассмотрели карты. Можно делать принт-скрин. Опять же, будет выложен эфир. Можете смотреть повторно. И я выложу это все в IGTV. Кто только что присоединился, был запрос, какие качества помогут мне в этом году реализоваться, быть счастливой, помогут получить желаемое, да, осуществить мечту какую-то. Тут вы сами формулируете запрос и выбираете карту, номер, номер, выбираете цифры от одной до пяти. Я открываю карту. Итак, у нас четвертая карта. Смотрим. Смотрим четвертую карту, что это я не буду говорить своей ассоциацией, чтобы не перебивать ваши мысли. Я просто читаю, да, ну, здесь, во-первых, какие качества вам приходят на ум. Вот такая вот абстрактная, довольно картинка, но она очень хорошо запускает наше мышление, наше ассоциация, наше подсознание. И я читаю, что у вас здесь написано, что у нас здесь написано. Честность. В том, что касается будущего, я повторяю одно. За что бы вы ни взялись, главное, будьте преданы своему делу до конца. Не обязательно достигать какого-то звездного успеха, но быть честным перед самим собой в выбранной профессии обязательно. Итак, еще раз читаю. Честность. В том, что касается будущего, я повторяю одно. За что бы вы ни взялись, главное, будьте преданы своему делу до конца. Не обязательно достигать какого-то звездного успеха, но быть честным перед самим собой в выбранной профессии обязательно. Я надеюсь, что вы посмотрели, сделали скрин карты, если надо. И у нас остается пятая карта, пятая карта, и вот такой рисунок. Так, вот, его видно. Ага, да, пожалуйста. Вот на пятую карту вот такая картинка. И здесь возникает вопрос, да, какие ассоциации, какое качество вам приходит. Посмотрите внимательно, запустите в себе мысли, как это связано с вашим вопросом, как это связано с запросом. Здесь по поводу качества вам еще поможет использовать глагол, да, какие действия, что именно делать. Это вот, ну, поможет вам раскрутиться, раскрутить вашу цепочку. Итак, я читаю карту, как раз-таки карта, ответ, да, действия, какое качество, да, просто брать и действовать. Подсказка, вот она, действия. Но у вас зеркально? Ну, тут написано действия. Найти свою дорогу, узнать свое место, в этом все для человека. Это для него значит сделаться самим собой. Не для праздного созерцания и размышления над самим собой. И не для самоуслаждения своими благочестивыми чувствами. Нет, для деятельности существуешь ты, твое действование, и только оно одно определяет твою ценность. Давайте я еще раз прочитаю. Найти свою дорогу, узнать свое место, в этом все для человека. Это для него значит сделаться самим собой. Тут вот вопрос, да, что мне поможет быть самим собой. Не для праздного самосозерцания и размышления над самим собой, и не для самоуслаждения своими благочестивыми чувствами. Нет, для деятельности существуешь ты, твое действование, и только оно одно определяет твою ценность. И да, вот читаю, что, ой, моя карта. И мне все об этом говорят. Ну, Ксюш, берешь и делаешь, да, просто вот тупо идешь и делаешь. На самом деле очень многие, многие наши мечты, многие наши, как это назвать, желания, и наши хорошие, как бы, чаяния и проекты, они разбиваются о том, что мы сидим и не действуем. Что, я не поняла вашего комментария, который, ну и, расшифруйте его, пожалуйста. Вот эти вот пять карт я вытащила прямо при вас. Вы выбрали для себя ту карту, которая вам больше откликается. Кстати, каждый находит свое, да. Вот здесь еще раз повторю, что то, что я говорю, девиз, который написан на обратной стороне карты, он не обязательно будет связан с тем, что пришло вам, потому что это метафорические карты. Каждый находит свою метафору, каждый находит свою ассоциацию. Что с этим делать? Вы поняли, какое качество, да. Сразу следующий вопрос вы задаете себе. Насколько это качество во мне проявлено? Насколько я использую его или, наоборот, бегу от него? И следующий вопрос, как я могу сделать так, чтобы раскрыть это качество? Как я могу, что я могу сделать, чтобы это качество служило мне? Берете и просто-напросто делаете. То есть, вот прям по шагу такую план, схему составляете и действуете у вас для этого целый год. Но помним, да, когда мы у нас, ну, во-первых, обращаемся к вопросу, что, какой вопрос был? Что мне поможет быть счастливой или что мне поможет осуществить мою мечту? Если у нас просто счастливый, абстрактный, да, такой вопрос, ну, окей, мы просто чаще используем это качество, его, как, раскрываем в себе и в своей жизни. Если у нас был конкретный запрос под какую-то задачу, там, цель мечты, мечты, желания, то мы берем, строим планы на реализацию этой мечты, потому что любая мечта без плана не осуществится. Любая мечта вот сама она нет. Не получится, нужно быть хотя бы на уровне, внутреннем уровне, да, на уровне убеждения впустить эту мечту. И, соответственно, вы при этом проявляете то качество, которое было указано в карте. Но для тех, кто у нас, понимая, что запутался, что сложно, не знает, как это проявить, как это реализовать, то ждем вас на тренинге реализовать свое призвание, где мы будем разбираться, где у нас карты, наши помощники будут очень хорошие. Но помимо этого будет очень много практик, будет много коучинговых вопросов, будем копаться и действовать. Самое главное – действовать. Кстати, вот, Ксюша, это к тебе. Действие, действие, действие. Будем рады видеть тебя, помочь реализовать твои театральные и прочие мечты. Будем разбираться, что нам мешает быть счастливой здесь сейчас, что нам мешает реализоваться, потому что каждая женщина после 35 лет и где-то до 45 лет начинает задаваться вопросом, а не поздно ли что-то еще изменить в своей жизни, что-то вот внести, привнести, что будет, от чего я буду чувствовать счастливой, что да, жизнь удалась, и я пришла именно за этим. Потому что женщина карьеру сделали, замуж вышли, детей родили, неважно, да, успешно, не успешно, но вот этот вот цикл основной пройден. И вот виток кризиса среднего возраста, как раз-таки человек задается вопросом, а для чего я пришел в этот мир. И вот мы на тренинге реализуем свое призвание, будем с этим разбираться. Ссылка на тренинг в шапке профиля. Там все подробности написано. Можно выбрать какие-то отдельные блоки, можно выбрать целиком. Я рекомендую целиком, потому что там получается, ну, суммарно, на самом деле, небольшая сумма в месяц, а в итоге на выходе через 7 месяцев вы получите новую счастливую жизнь. Потому что мы это все внедряем на практике, меняем прям сразу, ищем, находим, то есть ищем, тестируем и внедряем то, что пошло, то, что не пошло. Причем не то, что вот мы внедряем все подряд гипотезы, что я могла бы заниматься этим, этим, этим. Мы ищем именно ваше, фильтруем то, что лишнее, то, что будет отнимать время и силы. И, соответственно, берем и действуем, берем и воплощаем вашу мечту в жизнь. А какую мечту? То, что вы найдете именно на тренинге. И это поможет вам чувствовать себя, что, да, не зря жизнь пошла, вы в 50 лет не будете оглядываться, на что потрачены годы, жизнь прошла мимо, и зачем я вообще жил, и что я делала этого лишнего в этом году, в этой жизни и ненужного. Да, добрый день, кто присоединяется. Я, собственно, сказала все, что хотела. Прямой эфир будет записан, будет выложен, я, по крайней мере, надеюсь на Инстаграм. И, соответственно, вы можете пересмотреть, плюс я потом его залью на Ютуб, ссылка на Ютуб тоже в шапке профиля. На этом у меня все. Пишите, жду вас на тренинге, жду, когда вы будете раскрывать все свои качества и поделитесь результатами. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok